Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вместе с вами рассматриваем великий покаянный канон святого Андрея Критского, ту часть канона, которая читается во вторник первой седмицы Великого Поста. Надо ведь понимать, что мы произносим, вот в Псалтире, там такие строки есть, «Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте, пойте разумно». Должно быть разумное моление. Если не понимаем, о чем молимся, то и непонятно, чего у Бога просим. Ну, на самом деле, прямо скажу, что полностью, конечно, постичь всю глубину канона Андрея Критского достаточно тяжело, и мы будем рассматривать только вот некоторые отдельные тропари для того, чтобы приблизиться к пониманию. Может быть, не все понять, но по крайней мере приблизиться. И вот сам канон, он пред нами предлагает, так сказать, раскрывает картину священной истории, да, того, что происходило раньше, и вот столкновение где-то греха и святости, благодати Божией и человеческого противления. И вот, наверное, самое драматичное такое первое событие, понятно, что вот в раю согрешили люди, но потом наиболее драматично уже в человеческой истории – это грех Каина, который впервые, ну, вообще, человек впервые в лице Каина убивает другого человека. «Помилуй меня, Божий, помилуй меня», начинаем читать. «Каинова пришед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяниями». Каждый наш грех, он является в каком-то смысле преступлением против нашей собственной совести, и мы в этом повторяем грех Каина. Почему так? Вот вспомните, когда Каин только-только вынашивал свои намерения, да, то Господь вразумляет его, говорит, что если ты не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, имеется в виду, у дверей сердце твоего грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствен над ним, да, то есть есть тяготение греховное, влечение помысла злого, чтобы к себе, но есть внутри и некий голос, который нас останавливает. Ну, Каин непосредственно слышал по какой-то причине голос Божий. Видимо, так как люди не так давно еще утратили рай, вот еще они могли слышать глаз Божий. А у каждого из нас совесть наша, она как голос Божий нас предостерегает. И вот когда мы совершаем грехи, сказано «оживи вплоть» и воевав на ню, то есть на совесть, на нее, она имеет в виду против совести, мы воюем лукавыми деяниями, и мы таким образом становимся как бы убийцами совести душевной, вот как Каин был убийцей Авеля, потому что Авель своей чистой жизни был в каком-то смысле как бы попреком для Каина. Вот есть тот, кто поступает безупречно, чисто, искренне, а ты живешь лукаво, греховно, скверно, и присутствие рядом чистого человека, оно как бы укор тебе. Вот так вот совесть нам тоже является укором для нас, и своими грехами мы убиваем, в каком-то смысле как бы убиваем совесть, заглушаем ее голос, и мы превосходим убийство Каина. Сказано «Каинова пришед убийство», то есть превзойдя. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, Авелеве и Иисусе, не уподобився правде, дара тебе приятно не принесох когда, ни деяния божественные, ни жертвы чистые, ни жития непорочного». То есть вот Господи Иисусе мы не уподобляемся правде Авеля, который приносил чистую жертву от стат своих, а мы живем совершенно противоположно, и вот тут можно, конечно, вспомнить, что Авель, вот почему его жертва была принята? Принята потому, что она шла от чистого сердца, а Каин принес плоды земли, какие попало, тогда как Авель от первородных стат своих принес. И вот уже в новозаветном писании у апостола Иоанна Богослова, в первом соборном послании у него появляется, что, почему Каин убил Авеля, потому что дела его были злые, а дела брата его праведные. То есть Авель имел чистую праведную жизнь, и вот Каин, он завистью исполняется, и это влечет его. И вот мы, к сожалению, не имеем вот этой вот чистоты, которую имел Авель, не имеем чистой жертвы, жития непорочного, и поэтому мы и каемся. И вот в каноне Андрея Критского упоминаются различные образы из Ветхого Завета для того, чтобы наполнить нашу душу покаянием и в каком-то смысле наполнить таким вот осознанием ужаса греха, который вот мы сами лично совершаем, и для этого как бы вспоминается вся предшествующая священная история. «Брение, сдатель, живосоздав, вложилось и мне плоть и кости, и дыхание, и жизнь, но о творчему избавителю мой и судье, кающийся при миме». Вот что мы здесь читаем, что сдатель, то есть создатель, брение, живосоздав. Ну, брение имеется в виду буквально, что брение – это грязь, буквально. То есть человек, вот он создан из земли, он как бы создан из грязи, из грязи в князе, и Господь животворит созданного из земли, наделяет его плотью, кровью, костями, дыханием, жизнь, вдунул в лице его дыхание, жизнь, и стал человек душой живой, а мы все это попираем. То есть мы все это не спровергаем, ни во что обращаем, как бы не ценим Божий дар, и поэтому мы каемся и просим, чтобы Господь принял нас, сокрушающихся, исповедующих грехи наши. «Извещаете, спаси, грехи, я же саде их, и души, и тела моего язвы, я же внутрь убийственные помыслы разбойнически намя возложиша». Здесь на первом месте, это именно вот в этом тропаре, убийственные помыслы, которые разбойнически накладывают на нас язвы греховные. То есть вот когда мы допускаем греховные помыслы, они нас внутри убивают. Вот проникся ты кому-то злобой, и начинаешь вынашивать себе злобу, и тут же внутри все меркнет, свет жизни исчезает внутри тебя, потому что ты утратил свет, какой-то мрак, помрачение, умопомрачение, и это и есть умирание. Ты сам себя убиваешь этими, потому что допустил эти злые помыслы, и вот так вот грех входит внутрь, и вот об этом мы говорим, что вот «извещаю тебе, спаси, грехи, то есть извещаю, значит, исповедую, открываю пред тобой, Господи, грехи, я же саде их, и души, и тела моего язвы», то есть и тела, и души моей язвы, раны, я же, то есть которые внутрь убийственные помыслы разбойнически на мя возложиши. То есть вот эти вот убийственные помыслы греховные, они, если мы их допускаем, они непременно изранят нашу душу. Поэтому избежишь злобных помыслов, избежишь лукавых помыслов, то сможешь быть свободным и от каких-то греховных ран, язв души и тела. «Аще и согреши их спаси, но вем, яко человеколюбец еси, наказуеши милостивно и милосердствуеши тепле, слезяще зрише и притекайше яко отец, призывая блудного». Вот тут, конечно, много таких мыслей и некие вот отсылки к Евангелию. Ну, прежде всего то, что вот Господь, Он, несомненно, человеколюбив. И хотя мы грешим, да, молимся вот тут спаси, но я ведаю, что Ты человеколюбец и Ты наказуешь милостивно. Господь, если попускает что-то наказывающее человека, какие-то болезни, да, там, или какое-то стечение обстоятельств скорбных, или что-то как бы отнимает у человека, то Господь, Он руководствуется милостью к этому человеку, чтобы вовремя его где-то остановить, притормозить вот на тех путях греха, на которые человек уже вышел. Господь пытается его как бы милостивно, вроде бы наказывает, да, но на самом деле отсекает от него что-то лишнее. И с теплом милосердствует, сказано. И вот здесь на самом деле напрямую вроде это не видно, а на самом деле это из притча о блудном сыне. И тут говорится, что слезящее, зрише, то есть Ты, Господи, видишь плачущего, и притекаешься, яко отец, призывая блудного. Притекаешься, ну вот вспомните, допустим, из, что это значит притекающего, из величания перед иконами Божьей Матери, там, когда мы молимся, говорим, величаем Тебя, Пресвятая Дева, Бога избранная от Раковицы, и чтим образ твой честны, им же точишь и исцеление, всем с верою притекающим к Нему. То есть тем, кто спешит быстро, ну вот не просто там в развалочку идет, да, а мы должны именно торопиться к святыне, конечно, с благоговением, но вот как весенний ручеек журчит и спешит, и вот так вот мы должны навстречу Господу. А тут оказывается, что сам Господь притекает, призывая блудного, то есть сам Господь спешит навстречу, ну помните из притча о блудном сыне, когда он возвращался уже, то отец, увидев издали, спешит и обнимает его, и целует, и говорит скорее вот ему одежду лучшую, обувь на ноги его, перстень на руку его, потому что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это ведь про всех нас, и поэтому мы тут и молимся, что вот хотя я, Господи, согрешил, спаси, но зная, что ты человеколюбец, ты наказываешь милостивно и степло милосердствуешь, видишь плачущего о грехах и притекаешь, как отец, призывая блудного. А вот здесь, понимаете, построение такое, что вот не строго вот по схеме какой-то вот там, прямо с начала до конца, а бывает, вот берут, кажется, какие-то образы из Ветхого, из Нового Завета, то есть тут больше такое, такие духовные, как бы впечатления, чувства, и в связи с ними библейские образы. И вот во второй песне мы вновь возвращаемся к самому первому грехопадению наших праводцев и слышим «Сши ваши кожаные ризы грех мне, обнаживая мя первые богатканные одежды». То есть «Кожаные ризы мне сшил грех, сняв с меня прежнюю богом сотканную одежду». Но ведь если мы откроем книгу «Бытия», то мы видим, что когда согрешили Адам и Еву, потом наказание, там змею, что вот за то, что ты так вот, то ты там на чреве твоем будешь ползать, там Еве свое наказание, Адаму свое, и потом сказано, что «Сделал Бог Адаму и Еве кожаные одежды». То есть, а тут вдруг говорится, что «Кожаные ризы сшил мне грех». А на самом деле в этом нет противоречия. Почему так? Потому что, согласно этой Бибели, изначально райское было одеяние в том смысле, что вот люди приобщены райскому божественному благодатному свету, и там они не нуждались ни в каких ризах. Вот, да, были именно богатканные одежды. Именно богатканные одежды, то есть сияние благодати Божией, в которую одеты были первозданные люди. Вот, кстати, многократно вот не только преподобный Серафим Саровский, да, или там преподобный Иув Почаевский, ну и Паисий Святогорец, ну и многие другие, когда они молились, то некоторые люди видели, как они буквально вот сияют таким удивительным, неизреченным светом. Это вот есть возвращение прежних богатканных одежд, коими был покрыт первозданный человек, и так утратил человек из чего? Из-за греха эти благодатные ризы. И потом вот как раз появляются кожаные ризы, но именно по промыслу Божию. То есть Господь, Он не буквально вот там сшил им ризы, как бы ниткой, иголкой, а это промыслительное действие Божие, когда люди уже изгоняются из рая, и естество человека становится грубым. Вот простите за такое сравнение, но человек становится в каком-то смысле как бы звероподобным, потому что он утрачивает рай, он становится на ступеньку ниже, ближе как бы к бессловесным животным, поэтому и начинают все думать, что может быть он там от обезьяны произошел. А суть в том, что через грех люди очень приблизились именно к животному миру, инстинкты в нас стали тоже проявляться, ну, точнее, страсти по подобию инстинктов животных. И вот возникают кожаные ризы, как грубое наше вещественное естество. Если человек был ангелоподобным, то он стал вот как бы звероподобным, и вот это и есть те грубые кожаные ризы, в которые облачен человек из-за греха, по причине греха. «Облажен есмь одеянием студа, якоже листвием смоковным, в обличении моих самовластных страстей». «Облажен есмь одеянием студа», то есть облегся я одежды позора, одежды стыда, вот по подобию тех смоковных листьев, которые люди пытались как бы прикрыть свой позор. И это все обличает наше самовластное такое, самовольное устремление, «одеясь в срамную ризу, в окровавленную студно течением страстного и любосластного живота». Ну, живота имеется в виду жизни, солстолюбивой жизни любосластного, то есть солстолюбивой жизни. И тут какая проводится мысль, что мы одеваемся как бы в некий вот такой позор греховного бытия, и одежда нашей жизни, она как бы обогревается кровью, окровавленную студно, то есть тут усилится такое трагичное выражение греха, потому что грех он все уничтожает, убивает все вокруг, убивает самого человека, и все кровопролития, они именно из-за греха. А в начале всего это страстное, вот это вот сластолюбивое пожелание, «Помилуй мя Божие, помилуй мя любовечное и любоименное житие». Любовечное и любоименное, что значит? То есть любовь к вещам и любовь к имениям. Иными словами, это все составляет любовь к приобретениям, к такой корыстолюбии, до желания комфорта. «Помилуй мя любовечное и любоименное житие невоздержанием спаси предпочет ныне тяжким бременем обложен есмь». И когда вот мы этим житием любоименным увлекаемся, то мы как бы накладываем на себя тяжкое бремя. И люди, у которых много вещей, и которые все время много чего тут приобретают, на самом деле это просто тяжкое бремя. Это нужно все время где-то чего-то располагать, куда-то чего-то помещать. Если что-то сломалось, они переживают. И чем больше имущества, тем больше головной боли. И то же самое и сами страсти наши. Если стремишься вот к этим приобретениям, то внутри тебя постоянно терзает вот это купить или то купить. И через невоздержание мы теряем духовную свободу и подпадаем под это страшное бремя. «Погребох первого образа доброту спаси, страстьми, южа, як иногда драхму, взыскав обрящий». И тут получается, что мы… Вот тот образ Божий, который был дан, а образ Божий, он благ, он неизреченно красив. Собственно говоря, это и есть вот отражение Божьей красоты в человеке, всего божественного, неизреченного, чистого, то, что изначально вкладывалось. И мы это теряем и как бы погребаем в себе, как бы пытаемся похоронить красоту и доброту первого образа. Но человек все равно остается образом, но как вот монета, которая утрачена, вот эта драхма. И поэтому мы молимся, что, Господи, Ты вот взыскав обрящий нас, вот как некогда потерянную драхму. Это из Евангелия, помните, вот эта притча о драхме потерянной, о том, что женщина, когда найдет потерянную драхму, она очень радуется этому и даже говорит там своим соседкам, делится этой радостью. То есть хоть и мелкая монетка, она все равно имеет для кого-то ценность. И оказывается, что человек, даже будучи поврежден грехом, вроде бы он не имеет большой ценности, а для Бога он все равно значим. И Господь ищет его. И вот на этом мы ссылаемся во время покаянных молений, что Ты, Господи, взыскав, найди, обрети меня. «Источник живота, стяжах Тебе, смерти низложители, и вопиюте от сердца моего прежде конца, согрешив, очисти и спаси мя». Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И вот мы вспоминаем также такое усиление греха, которое особенно наглядно было при Ное. Помните, что мир тот был вообще погублен, наказан очень жестоко. И здесь в каноне мы так произносим. «При Ное спаси блудствовавшие подражах, о них наследствовав осуждение в потопе погружения». То есть, Господи, я вот подражал блудным вот этим развращенным современникам Ноя, которые в итоге были потоплены водами потопа, и мы наследуем их осуждение. И тут надо понять, что вот первозданные, вот тот мир, уже не первозданные, конечно, а первые как бы цивилизации, первое человечество, они погибли именно из-за того, что предпочтение отдавали плотским грехам. И вообще как бы злым помыслом. Там две такие составляющие. Когда читаем мы книгу «Путия», то говорится, что помышление сердца человеческого – зло от юности его. То есть, возрастает человек, и он возрастает вместе со злыми помыслами. Еще там сказано, и увидел Бог, и сказал так, что не вечно духу моему пребывать в этих людях, потому что они плоть. То есть, они настолько укоренились в этих блудных плотских помыслах, что как бы ничего другого и не знали. А жили-то ведь они, помните, по 800-900 лет, и вот сейчас многие хотят вернуть такой же возраст жизни. Но представьте, что если вы будете жить 900 лет, то велик соблазн сказать, что я лет 800 поживу в своем удовольствии, а на последние сотни лет начну каяться, исправляться. И такая мысль, она становится просто гибелью. Почему так? Потому что за 800 лет греха ты настолько укореняешься в страстях, что просто становишься каким-то исполином греха. Про них сказано, что были исполины в то время. И это были исполины греха, настолько укоренившиеся в страстях, что ничего духовное для них уже не имело значения. Оставалось просто смыть водой потопа это человечество, как каких-то паразитов смывают. А мы сейчас начинаем подражать блудно тем, кто тогда погиб во время потопа. Вот об этом идет речь, что мы своими блудными пожеланиями подражаем современникам Ноя и можем наследовать их осуждение. Хама онага душе, отца-убийца подражавши, срама не покрылаяся искреннего, вспять зря возвратившися. Ну, это уже немножко дальше, это уже продолжение. То есть, человечество-то то было погублено, но грех сам по себе не исчез, потому что нужно работать над собой. И те, кто не работают над собой, то в них грех начинает преобладать. И вот таковыми является хам. Причем, обратите внимание, это очень важно. Хам здесь назван отца-убийцей. Хама онага. Онага значит того, вот того самого хама, отца-убийца. То есть, он называется отца-убийцей, хотя он вроде бы не убивал, а просто посмеялся над отцом. А дело в том, что неспровержение авторитета старших, это то же самое, как бы сказать, что вот старшие для меня вообще ничто. То есть, ничто – это значит, как бы, чтобы их и не было. А вот я только сам по себе. И это вот тоже такие вот ступеньки греха, которые ведут к тому, что не просто младшие пренебрегаются старшим, но в каком-то смысле некоторые доходят и до отца-убийства. И, в общем, неуважение, пренебрежение к старшим – это вот одна из ступенек к подобному греху. И мы, к сожалению, часто подражаем этому греху. А в частности, когда? Срама не покрылаясь искреннего. То есть, когда мы не покрываем каких-то немощей наших ближних. И вот тут еще как-то вспять зря возвратившисься, то есть, как бы повернувшись назад, чтобы не смотреть на грехи нашего ближнего. А обычно мы что слышим? То, что основные его сплетни человеческие, они непременно представляют собой осуждение кого-то и смех над кем-то. То есть, в сплетнях обязательно кто-то рассказывает что-то про чужую немощь, и это либо смешно, да, что и все смеются, что вот он так поступил, либо просто вот говорят, ну вот какой там глупец, бестолковый, и просто его осуждают. И все это тоже повторение греха хама, и трудно вообще представить, если вот взять, допустим, святых людей, трудно представить, чтобы преподобный Сергий Радонежский, вокруг которого тоже было очень много всего греховного, чтобы вот он сидел в обители, да, и там монахам своим рассказывал, что там вот такой-то боярин, вот такие-то безобразия, там, а вот этот-то то-то, а вот тот там совсем-то бестолковый, не так вот правит, и чтобы они над кем-то смеялись. То есть, вот у святых людей, которые жили согласно Господу, у них надсмехательств никаких ни над кем не было. И, кстати, Великим Постом это было бы очень важно понять. Вот я сейчас вот не то чтобы отвлекусь, прямо скажу, что каждым Великим Постом нужно поставить перед собой одну конкретную задачу, чтобы в течение Поста ее решить. Ну, допустим, вот взять вот прям сегодняшнего дня и поставить задачи в течение всего Великого Поста ни над кем не надсмехаться и никого не осуждать. То есть, вот тебе 40 дней поста, ну, там еще Страстная Седмица, и каждый день следи за собой, чтобы никого не осудить. Это значит, не осудить, что значит? Ни о ком не сказать плохого, ничего. Вот с кем-то разговариваешь, ни про кого плохого не говори. И ни над кем не надсмехаться. И тогда Великий Пост обернется огромной пользой. То есть, за это время уже будет некий навык, преодоление какой-то немощи. И, по крайней мере, избежим мы вот этого хамова греха, подражания хаму, о чем и сказано в каноне Андрея Критского. И напомним, что в конце каждой песне канона возносится молитвословие, обращенное к Божьей Матери. И мы, конечно, все их не рассматриваем, но вот одно тоже мы рассмотрим, и там мы молимся. «От отца безлетно сына, в лето богородительницы, неискусомужно родилайся, странное чудо, прибывши дева даящи». Когда в храме слышим, не все понятно, и как-то проскальзывает мысль, и дальше мы спешим своим умом куда-то. А нужно все понимать. Что здесь имеется в виду? Ну, под «летом» подразумевается вообще наше время. Не то, что вот время года, да, лето там, а не зима, да. А имеется в виду, что кто рождается? Вот безлетный сын от отца безлетно сына, то есть сын Божий, сын предвечный, который существовал еще до сотворения веков, до сотворения времени. И вот именно он рождается в нашем земном человеческом времени от богородительницы, и она неискусомужно родила, сказано. Неискусомужно, то есть не будучи искушена мужским полом, не имея никакой, так сказать, общности телесной с противоположным полом. И дальше вот, как говорится, странное чудо, прибывшая дева Даящи, Даящи имеется в виду, питая молоком, то есть она стала матерью, она питает молоко младенца, но при этом прибывает девой, потому что она преснодева, и это великое таинство. Мы рассматриваем тоже вот некоторые Ирмосы, ну, сейчас вот рассмотрим Ирмос четвертой песни. «Услыша, пророк, пришествие Твое, Господи, и убояси, яко хощеше от девы родитеся, и человеком явитеся, и глаголыше, услыша вслух Твой и убояси, слава силе Твое, Господи». О чем идет вообще тут речь? А это вспоминается пророк Аввакум, и есть книга пророка Аввакума, и там вот тоже как бы библейские песни, которые связаны с такими поэтическими пророчествами Аввакума. «Господи, услыша вслух Твой и убояси», да? А Аввакум, он как бы прозревает, что придет Господь на землю, и ведь в Ветхом Завете Господь, которого никто не видит, который иногда выступает как грозная сила, и что он явится на земле как человек, это просто поражало даже ум пророков, поэтому он говорит, «я услышал об этом и убоялся, услыша, пророк, пришествие Твое, Господи, то есть в будущее, воплощение в Новом Завете, и убояси, яко хочешь, потому что ты хочешь от девы родитеся, и человеком явитеся, ну, человеком, имеется в виду людям явить себя, явитесь, и глаголыши, услыша вслух Твой и убояси, слава силе Твое, Господи, помилуй мя, Боже, помилуй мя, бди, о душе моя, и зряц Твой, якоже, древле великий в патриарсих, да стяжеши деяния с разумом, да будеши ум зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, и будеши великий купец». Вот, может быть, многие, конечно, вспоминают эти слова, мы слышали, мы слышим каждый великий пост, но есть много вещей тут непонятных, что это за незаходящий мрак, да, видение, да еще незаходящий мрак, вот что-то еще, какой-то купец, и потом великий в патриарсих и так далее. Ну, на самом деле, о чем тут речь? Что вот «бодрствуй, о душе моя, изрядствуй, якоже, древле великий в патриарсих». То есть, изрядствуй, как бы, особенно подвязайся, то есть, изрядствуй, как бы, из ряда вон нечто выходящее, но в данном случае положительное. «Ты будь изрядно усерден, якоже, древле великий в патриарсих». А в каноне Андрея Критского так называется Иаков. Правитесь, Иаков, которому вот лестница, помните, была дана, которая проходила разные испытания. А потом что? Помните такой момент, когда он назван был Израилем? Это момент, когда он боролся с Богом, ну, особое видение такое, и сподобляется особого благословения Божия. Да, значит, достижаше деяния с разумом. Вот мы в предыдущей нашей беседе говорили, что в христианском подвиге два составляющие. Есть деяние, как бы, внешние действия – это телесные посты, коленопреклонения, поклоны, всяческое воздержание, малоспание, милостыня и прочее, и прочее, когда просто ты труды или помогаешь кому-то. А есть и внутренний подвиг, то, что называется разумом, мысленным таким умным восхождением, умным деланием, то, что ведет к созерцанию. И вот Иаков, он как бы образ того и другого, но тут самое главное что? Значит, изрядство – «да будешь и ум зря и Бога». Вот имя Израиль на самом деле, оно и переводится у святых отцов именно так. Израиль переводится как «ум зрящий Бога». Некоторые переводят как «борющийся с Богом», потому что непосредственно Иаков, он же Израиль, он боролся в этом видении с Богом. А аллегорически, ну или второе, скажем так, толкование, святые отцы говорят «зрящий Бог», поскольку он непосредственно находился рядом с Господом, то он его и созерцал, видел. И поэтому через духовное усердие мы призываемся именно к такому созерцанию. И вот дальше смотрите, что сказано. «И достигнешь незаходящий мрак в видении». А это что такое вообще? Мрак, да еще и незаходящий мрак. А вот у святых отцов объясняли это не раз, и в Библии тоже есть такие образы. Вот Бог есть свет, но человек весьма несовершен. И если смотреть на яркий свет, как бы ослепительный свет, то он в каком-то смысле, вот если на Солнце смотреть, то ты просто как бы утрачиваешь на какое-то время остроту зрения и как бы мрак, мрак от преизобилия света. От преизобилия света у тебя в глазах, как мрак на какое-то время наступает, потому что свет слишком велик, и ты не выносишь его сияние. И вот именно об этом идет речь, о явлении преизобильного света, поэтому он и есть незаходящий. «И будешь великий купец», то есть купец, вот помните, из той притчи евангельской, которой, найдя, обнаружив, что на поле, ну там несколько таких вот притч, один он специально искал какие-то жемчужины, и когда нашел самую дорогую, то он все продал, ее купил, а другой там на поле находит. В общем, это приобретение чего-то невероятно важного, имеется в виду, и вот этот купец, который приобретает самое важное, вот в данном случае духовное созерцание света Божия. «Два на десять патриархов, великий в патриарсиях детотворив, тайно утверди тебе, листвицу деятельного душе моя восхождение, дети яко основание, степенье яко восхождение, премудренно подложив». Вот мы специально как раз именно такие цитируем тропари, потому что простые цитировать смысла нет, простые вы и так услышите и поймете, а мы читаем то, что нуждается в особом внимании. Вот «два на десять патриархов» — это кто? Это имеется в виду уже дети Иакова, вот помните те двенадцать, там и Рувим, Симеон, Левий, Ефрем и прочие родоначальники израильского народа, Дан, Вениамин, Гат, Иуда и прочие. И великий в патриархиях Иаков, детотворив два на десять патриархов, двенадцать, через это тайно это что значит? Что вот эти двенадцать патриархов — это некий таинственный образ для нас. «Тайно утверди тебе». И на самом деле они как образ, в том числе и двенадцати апостолов, потому что там, в Ветхом Завете, двенадцать патриархов — это родоначальники ветхозаветного богоизбранного народа по двенадцати коленам, а апостолы — они как родоначальники нового христианского народа. И в разных странах они проповедовали, везде, полагая, начало церквам. Но еще дело в чем? Вот это число двенадцать — это символ, это такое священное число, как символ неких ступенек восхождения лестницы. То есть тот же Иаков, он видел лестницу, а тут число двенадцать как бы по числу двенадцати ступенек. И вот «тайно утверди тебе», то есть таинственно предложив тебе, душа моя, лестницу деятельного восхождения. И... То есть это как символ, образ такой аллегорический, духовного восхождения. И дети, вот эти... Дети яка основания, степени яка восхождения, премудренне подложив. Объясняю. Имеется в виду вот эти двенадцать его детей, они как бы вот двенадцать этих ступенек. А сами степени как бы шаги, возводящие вверх, и вот это вот премудренне предлагается. То есть тут мы видим такое достаточно аллегорическое, иносказательное толкование, которое без специального уяснения для себя, ну его просто вот не понять. Если вот мы не будем этому прикасаться, если мы не будем изучать толкование святых отцов. Дальше. Помилуй мя Боже, помилуй мя, молимся мы в покаянном каноне. Исава возненавиденного подражала еси душе, отдала еси прелестнику твоему первые доброты первенства. И отеческие молитвы отпала еси, и дважды поползнулось еси окаянное деянием и разумом, тем же ныне покайся. Вот тут интересное выражение, ну вы понимаете, что речь идет про Исава, который продал первородство как раз Иакову, а он назван возненавиденным. Исава возненавиденного подражала еси душе. На самом деле это из Библии. У пророка Малахии там в самом начале, по-моему, книги, пророчеств, когда он говорит, что вот народ израильский спрашивает, разве вот что же Господь забыл про меня, ну имеется в виду про народ израильский, и что вот другие народы им дается какое-то предпочтение. Ну разве ты не знаешь, говорит Господь, что Иакова я избрал, а Исава возненавидел? В том смысле, что вот все-таки потомство Иакова наследует благословение Божие, а потомство Исава вне благословения. И как бы отвержено, Господь никого не отвергает, но сам выбор изначально Исава и потом его потомков делает этих людей вне Божьего благословения. И вот отсылка как раз к этому идет. И вот ты, душа моя, ты подражаешь именно этому Исаву возненавиденному, который делает себя вне Божьего удела поставляет. Почему? Потому что отдалаясь и прелестнику твоему, то есть прельщающему тебя дьяволу, первые доброты первенство. Исав, он очень легко распрощался с первородством, просто хотел есть. И вот за чечевичную похлебку отдает первородство. То есть он не ценит Божий дар, то, что Господь ему и восподобил первым же родиться, а он не ценит это. Он не ценит. Он очень легко отдает. И вот на самом деле мы точно так же поступаем, люди, они все как бы церковь первородных, вот это библейское выражение, церковь первородных, то есть у Господа каждый он первый, потому что каждый по образу Божию, а образ Божий не может быть последним там, да, за каким-то... То есть образ Божий это непосредственное отражение Божие. И все призваны вот к такому спасению, чтобы в Боге вечная жизнь, вечное благо, а мы очень легко какое-то искушение тоже, как вот там ему хотелось покушать, он отдает первородство, а у нас любые другие искушения. Мы легко перешагиваем через заповеди Божии, становимся предателями и отказываемся от этого первородства. Да, и лишаемся первой доброты, первенства. Поясним вот дальше про Исава говорится, сравнительно с Исавом, что ты вот душа отеческие молитвы отпалый. И это именно лишение молитвенного благословения отца Исава, благословения Иакова. Вот, и вот так вот мы тоже лишаемся этого. Но дальше смотрите, что и дважды поползнулся из себя, каянная, деянием и разумом, тем же ныне покаясь. Вот человек на самом деле согрешает дважды. Иногда он согрешает однажды, но чем-то одним из двух своих составляющих. Потому что, повторяем, у нас есть внешнее проявление, вот сфера нашей деятельности, телесных проявлений в том числе, и сфера нашего внутреннего мира, нашей души, умно-сердечных наших пожеланий. И бывает так, что человек вот очень сильно согрешает внутри, блудит в своих представлениях, образах, имеет какие-то вот распутные картинки, но внешне никак это вот не реализовывает. Может быть, он может и как-то только телесно погрешить, хотя я не знаю, возможно ли это без участия ума, но мы именно дважды согрешаем, то есть мы согрешаем и внутренними поползновениями, и доводим это, к сожалению, до каких-то телесных проявлений. И поэтому ныне покайся. Насчет Исава стоит еще вот упомянуть. «Едом Исав на речесе, крайнего ради жена неистовного смешения, не воздержанием бо присно разжигаем и с ластьми оскверняем. Едом имена Васе, ежеглаголица разжения души, любо греховное». Тоже вот если не объяснить, непонятно, что это такое. «Едом Исав на речесе». Исав и его потомки, его роды, названы «едомом», и оттуда «идумея», «идумеянине». Само слово «едом» переводится как «красный», как раз по цвету той похлебки, которую вкушал Исав, отказываясь от первородства. И вот он называется «едомом» Исав. А почему? Тут сказано ради чего? Из-за чего? Крайнего ради женно-неистовного смешения. И оказывается, что Исав, он не просто так вот продал свое первородство, потому что хотел скушать, а именно у него вот это плотское начало было очень развито. Он страстям телесно потакал, и из текста Писания мы знаем, что Исав женился на двух женщинах языческой, хиттеенках, если не ошибаюсь. Но в любом случае они были язычницами, и он доставлял очень много огорчений своим родителям. Иакову, да, и маме своей особенно, Ревеке, которая видит, как ведут себя жены Исава, она говорила, что лучше мне и не жить, что вот так они себя ведут. Поэтому пусть Иаков женится вот на кого-то из нашего, на ком-то из нашего рода. А Исав женно-неистовным смешением погрешал, да, то есть невоздержанием бог присно разжигаем, и слосьми скверняем. Вот в чем причина. И нам это дается как пример того, что если мы слишком потакаем в своей плоти, то мы тоже лишимся благословения Божия, потому что превратим свою жизнь в сплошное безобразие. Ну, а дальше упоминается Иов многострадальный, который как раз вот, это уже положительный пример, да, он проявил удивительное усердие, стойкость, хотя, казалось, страдал несправедливо. Иова нагноюще слышавший о душе мое, оправдавшегося, того мужеству не поревновало и си, твердого не имело и си предложения, во всех я же весе, и имя же искусило сиеси, но явило сиеси нетерпеливо. То есть вот мы слышим, ты душе слышишь, как Иов сидел он нагноюще, будучи поражаем страшной болезнью, проказой, но ты, душа, не подражала его мужеству, но ты, душа, не имела твердой воли, и бывает мы только-только нам что-то попустится, попустятся какие-то там небольшие болезни, беды, мы тут же кричим, за что это нам, как это понести, а Иов такое понес, да, потерял всех детей, потерял все имущество, жена от него отвернулась, здоровье свое потерял, вот сидит в ожидании смерти, все равно, нет, я вот буду верен Богу. Поэтому он как раз в уделе благословенных, а мы через нетерпение кому уподобляемся? И еще про Иова, потому что, когда это в храме слышится, тоже не совсем понятно. Иже первее на престоле, накныне нагноющий гноен, то есть вот это вот место, где он пребывал в своей болезни, многие в чадях и славный, который имел много детей, был знаменит, бесчаден и без домок напрасно, без домок, то есть бездомным стал. Вот как сейчас вот мы смотрим, люди, не имеющие постоянного места жительства, ну, по-славянски, без домок, и без домок напрасно. Палату оба гноище и бисери струпы в меняши. То есть в меняши как бы поменялись палаты, дворцовые палаты на гноище, а бисер драгоценный на вот эти струпы от проказа. Вот как бывает, но зато он через терпение сподобился славы от Господа. Ну, среди вот Ирмосов еще упомянем Ирмос пятой песни «От ночи утреннююще человека любчи, просвети, молюся, и настави и мене на повеление Твоя, и научи меня спаси, творите волю Твою». А что это значит «утреннююще»? Это встречается не раз в церковных песнопениях «Тебе утреннююще, Царю Мира» и много подобных. А утреннюю – это значит, как бы вот на заре, от ночи утреннююще человека любчи, или к Тебе утреннюю, Господи. Это значит, что когда вот только-только мы просыпаемся, и мы уже утром бодрствуем, направляясь вот мыслью сердцем к Отцу, вот как цветок, вы знаете, когда первые лучи солнца появляются, и цветок сразу раскрывается, и она раскрывается навстречу солнцу. Вот так человек, едва пробуждаясь, он призван первые свои утренние чувства и мысли направлять именно к Богу, и поэтому богослужение у нас есть утреннее, раньше даже говорили «заутреннее», чтобы первые свои сердечные чувства, первые свои мысли посвящать именно Богу. А ночи утреннююще человека любчи, то есть того, кто бодрствует утром, обращаясь к Тебе, «просвети, молюсь, и настави меня на повеление Твоя, и научи меня, спаси, творите волю Твою, помилуй меня, Боже, помилуй меня». И, конечно, вот в центре, в одном из таких смысловых центров Ветхого Завета пророк Моисей и то, что с ним случалось. Но когда мы в храме слышим, не все сразу понятно. Вот, например, «Моисеев слышал Иси ковчежец душе водами, волнами носим речными, яков чертозе древле бегающие, дело Горького совета Фараницка». То есть, когда мы слышим ковчег, у нас тут же мы переносимся мыслью к Ною, а Моисей, ну, наверное, потому что Моисей про все это писал в книге «Бытия», нет. Здесь о чем речь? Вот Моисеев именно, да, вот ты слышала, душа, про Моисей ковчег, это вот та корзинка, засмоленная корзинка, в которую маленького Моисея положили, чтобы спасти его от того злостного распоряжения фараона, когда предписано было убивать всех мальчиков, младенцев мужского пола, которые рождались среди евреев в Египте, и вот ты, душа, слышала, Моисеев ковчежец водами, волнами, носимой речными, речными. То есть, его же в реку поместили эту корзинку, и туда, где как раз дочь фараона купалась, вот она выходила туда, и поэтому он спасся. Да, и вот он в этом ковчежце, то есть корзинке, он словно Яков Чертозе, древле бегающий, дело горького совета фараонитска. Да и поэтому он горького совета, вот этого горестного распоряжения фараона, он избегает бегающий, избегающий этого. То есть, Господь не оставляет людей своим промыслом, он спасает даже тогда, когда вроде бы все против тебя. А вот дальше, послушайте, немножко режет слух. Аще бабы слышала еси, убивающая иногда безвозрастная мужеская, душе окаянная, целомудрия деяния, ныне як и великий Моисей, си премудрость. Речь идет о чем? Именно тоже, опять-таки, о рождении Моисея, а точнее о том, что предшествует рождению Моисея, бабы имеются в виду повивальные бабки, которые принимали роды, и им было особое распоряжение от фараона египетского, что если мальчик рождается, то его убивать, а если девочка, то оставлять. Ну, к слову, они не захотели повиноваться и, как сказать, старались не выполнять эти распоряжения. Тут какая мысль, что вот ты, вот душа слышала, как это было распоряжение, да, и вот все равно как бы Моисей спасается, и вот теперь подобно ныне, як и великий Моисей, си премудрость, это, понимаете, славянское слово, оно значит, как бы питайся молоком, вот как от груди мамы младенцы питаются, то есть млекопитайся мудростью, подобно Моисею, потому что Господь вот своих не оставляет, и старайся быть ему верным. И дальше вот касательно Моисея, некоторые тоже события из его жизни, они становятся как бы вот неким таким сравнением, вот как мы, поступая в нашей жизни, вот допустим, «Яко Моисей великий, египтянина, ума уязвившая окаянная, не убила и си душе, и как и вселившися глаголи, в пустыню страстей покаянием». Вот тоже поначалу читаем, вроде непонятно ничего, значит, вспоминаем, что Моисей, когда увидел притеснение своего народа, он убил египтянина, притеснявшего израильтянина, потом вынужден был, правда, бежать в пустыню, скрываться, а ты, душа, ты, душа, не поразила в себе гордого ума, вот как Моисей поразил египтянина. Но в тексте, я вот еще раз прочитаю, это очень трудно как бы расшифровать, почему, сходу. Вот, значит, ты, душе, значит, «Яко Моисей великий, египтянина», немножко перепрыгну, «ты не убила и си душе ума, уязвивший окаянный, ты окаянная душа или несчастная душа, не убила ума, имеется в виду гордого ума, который хочет вот сам по себе, я сам по себе буду без Бога, и как же ты тогда вселишься в пустыню страстей покаяния?» Пустыню страстей имеется в виду пустыню от страстей. Через покаяние достичь такого состояния, чтобы страстям не место уже внутри, как бы пусто от страстей. Вот, братья и сестры, видите, какие непростые тексты, хотя буквально там всего лишь одно маленькое предложение, но они нуждаются постоянно в каком-то осмыслении, в понимании, для чего мы, собственно, их и рассматриваем. Но, чтобы особо никого не перегружать, мы рассмотрим еще один тропарь из канона Андрея Критского, да, это уже относится к Аарону и не только к нему. Читаем. Речь идет о чем? О том, что вот Аарон, он был поставлен как первосвященник, и вот эти вот жертвы приносились чистые, курильницы, там, Ладан, Фимиам, на жертвах, на жертвеннике жертвы огнем сожигались, и они были чистые, непорочные. И вот проходит какое-то время, и в роду Аарона появляются, ну, вначале первосвященник Илий, он уже, он был благочестивый, но когда он стал престарелым, то его два сына, Афни и Финиез, они вели себя совершенно просто чудовищно, потому что, когда к Скинии приходили люди, то они отнимали у них приношения, они, будучи священниками, ну, скажем так, вот спали с женщинами, с женами тех, кто приходил, и после этого приступали к служению, они, когда положено было жертву приносить, то до того, как саму жертву принести, уже отделяли лучшее и забирали себе, а Богом пренебрегали. И получается так, что самое святое, самое святое, оно попиралось вот в лице Афни и Финиез, и поэтому народ тогда был, конечно, наказан, как вы помните, и на какое-то время даже захвачен у них филистимленными ковчег заветы, потом, конечно, возвращен. Но мы вот когда свои страсти продвигаем, так сказать, вот вперед, закрывая полностью святое, чистое, то, что вот безусловно является святыней, то мы повторяем путь Афни и Финиеза и приносим, получается, чуждее Богу оскверненное житие. Вот важно увидеть, что на самом деле это в каждом из нас происходит в те или иные моменты нашей жизни. Вот как раз нужно каяться в этом, чтобы... Потому что Бог должен быть на первом месте. Если Господь Бог будет на первом месте, то все остальное станет на свое место, и все в жизни человеку упорядочится. И канон Андрея Критского, вот его смысл в том, чтобы мы, как бы вот раскрыв в себе нашу греховность, старались очищаться, освобождаться и быть поближе к Богу. Кто поближе к Богу, у того на самом деле жизнь упорядочивается. Мысль проясняется, сердце очищается, то есть на душе становится легче, а ум видит, какие правильные решения принимать. На этом мы пока останавливаемся, дорогие братья и сестры. Самое главное не терять каждый день Великого Поста, молиться Господу, посещать храм, каяться в своих грехах, ну и стараться все-таки любить своих ближних. Спасибо Господь, дорогие братья и сестры. До скорой встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.